Всем привет! На связи Мабу и в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить о такой вещи, которая больше всего вредит вам, когда вы изучаете не только андроид-разработку, но и любую другую новую специальность, хотеть освоить новую профессию. И такая вещь, про которую сегодня пойдет разговор, очень будет сильно вам вредить. Я думаю, что видео получится очень коротким, потому что тут особо нечего обсуждать, тут нужно заострить внимание на определенных вещах. Но из-за того, что она не очень такая, будет не такой длинная, от этого видео не становится менее важным. А я так скажу, оно чрезвычайно важное, в особенности в нынешних условиях развития. Поэтому устраиваемся поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем, в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид-разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультаций есть в описании под видео. Итак, что же вам больше всего помешает стать андроид-разработчиком? Помешает стать многое. Многое. И неправильные советы, и, скажем так, неправильный подход к обучению. Но есть одна штука, которая вам будет мешать на протяжении всего обучения. Во-первых, она будет вам мешать на этапе, когда вы только заходите в эту профессию, выбираете профессию. Во-вторых, она будет вам мешать, когда вы только начнете самые основы изучать. И, в-третьих, она будет мешать вам даже, когда вы будете на очень продвинутом уровне и начнете даже что-то писать. И эта вещь будет вам мешать постоянно, даже когда вы будете развиваться. Что это такое? Это советы блогеров, различных якобы специалистов, которые будут вам говорить о том, что заходить в эту сферу уже поздно. В нынешний хост. Почему, собственно, я решил записать это видео? Просто сейчас шквал просто ко мне сообщений в личку, как от учеников, так и от просто зрителей или от подписчиков. Ну, а сейчас такая мода пошла писать, что искусственный интеллект, нейросеть заменяют программистов. Программисты больше не нужны. Мне просто люди пишут, а это уже поздно, что же делать? Меня, конечно говоря, это очень веселит. Подобные разговоры мне очень смешно становится, когда такие вещи люди пишут. И я вам хочу дать такой совет. Если вы шестите интернет, в данном случае YouTube, с ответами на такие вопросы, или вы наткнулись на такое видео, в котором вам якобы какой-то советчик говорит, что уже поздно заходить, и вы реально задумываетесь, чтобы прекратить обучение, прекратить ваш путь к цели какой-то, к мечте даже, может быть, как бы это не глобально звучало, то, возможно, вам и не стоит обучаться, вам не нужна эта профессия. Потому что если вы так легко готовы отказаться из-за какого-то там якобы советчика, то оно вам не нужно, это не ваше. Зачем это делать? Зачем тратить время свое? Просто если вы так легко готовы сдаться и отойти из-за какого-то там совета в интернете, но тогда и не стоит. Лучше прямо здесь и сейчас прекратите это, прекратите обучаться, прекратите осваивать эту профессию. Это вам не нужно. Идите в другую профессию, вы начнете что-то другое изучать, там найдутся такие же советчики, которые вам скажут, не нужно это вам изучать, потому что уже поздно. Искусственный интеллект нас также тут заменил, уже сейчас выпускают роботов, которые нас заменят, и все что угодно, вы можете это услышать. Правда состоит в том, если вы боитесь про нейросети, что полноценно нейросеть не заменит живого программиста. Нейросеть умеет генерировать код, причем такой пока что легкий код, верстку. Но она не умеет создать андроид проект, она не умеет сделать правильную архитектуру, хотя возможно уже и умеет, но корректно. Короче говоря, нейросеть не сможет сделать правильный, корректный андроид проект приложения с правильной архитектурой, с правильным, корректным кодом, то есть на автомате. То есть все равно придется править, придется приводить к нормальному виду, придется что-то менять. Просто нейросеть позволяет убрать рутинную работу и без рутины заниматься творчеством. Вот и все. Вот и все, что делает нейросеть. Потом многие говорят, сложно устроиться на работу по андроид-разработчикам, вообще уже все поздно. Мне это очень тоже даже смешно слышать, потому что я всегда говорю, что вы не делаете, если вы хотите трудоустроиться, конечно, не делайте то, что делают все. Потому что вы будете как все, и не будете ничем выделяться перед взглядом уроподатателя. Придите с определенным стейком технологий, с парочкой своих проектов, можете сказать, что это не ваша стартап, с полным знанием, как это все делается, с полной самоуверенностью, и с умением продать себя, с небольшими освоенными, с небольшими маркетинговыми скиллами. То есть умеете продать себя. Продать себя не просто, а продать себя подороже. Конечно, этому нужно обучаться. А по сути программисты на 90% это ленивые люди, и они не готовы к этому. Поэтому все делают все одно и то же. Никто не выделяется, и поэтому все плачевно на самом-то деле. Но если вы сделаете так, как я учу на курсе, во-первых, я учу основным технологиям, во-вторых, я говорю, как трудоустраиваться, в-третьих, у вас будет как минимум один проект выпускной. А там, если вы все домашние задания выполняете, то из этих домашних заданий можете еще кучу разных проектов собрать. Просто если вы делаете правильно, то вы можете продать себе не на джуна, вы можете вообще продать себе на медла. Потому что знаний после курса моего очень много. Даже их хватит с головой, чтобы быть медлом. Суть этого видео даже не про скиллы и не про искусственный интеллект. Суть этого видео в том, чтобы не слушайте никого, ни на ютубе, ни просто человека, который пишет статьи о том, что уже поздно заходить, все плохо. Он просто хочет собрать просмотры. Или он хочет уменьшить конкуренцию. Или что-то еще сделать. Ни один человек просто так ничего бесплатно не делает в интернете. Ни один. Если он делает это бесплатно, то он либо сдуется через несколько месяцев, его проект только начинает, начинается, и он на голом энтузиазме делать, хочет что-то сделать. Либо он хочет заслужить какую-то себе, скажем, популярность, чтобы его хоть кто-то взял на работу. Поэтому в интернете очень много говнокодов. Его публикуют люди, неквалифицированные, которые просто в открытый доступ, собственно, публикуют свой код с целью, чтобы его хоть кто-то заметил, взял его прекрасного специалиста на работу. Но большинство работодателей знают, что эти люди себя представляют, потому что у них код программиста это его интеллектуальная собственность. Ни один нормальный программист в бесплатном доступе просто так бесплатно не будет публиковать свой код. Это глупо. За это время, что он потратит на это, он может заработать как программист. Зачем ему это надо? Это глупо. Поэтому если человек что-то делает бесплатно, либо он хочет хоть что-то, хочет хоть какие-то деньги заработать, чтобы хоть кто-то его взял на работу, и по логике здесь уже нет, у него никакой специализации, как бы профессионализмом не пахнет. Либо он просто идиот, который не знает, куда деть свое свободное время и куда тратить свои силы. Он просто идиот. А удиота не может быть хороший код. Вот и все. Поэтому, когда вы читаете какие-то советы, нужно поставить себя на место этого человека и понять, какую цель он преследует своим видео, своей статьей. Взять мой канал. Моя цель моего канала, моих видео, привлечь учеников на обучение. Привлечь тех людей, которым я могу помочь, стать андроид-разработчиком. Привлечь тех людей, которые бы пришли и не играли в андроид-разработчика, о котором я помог бы дойти не за 2 и не за 3 года, а за 3-6 месяцев. Потому что я сам обучался самостоятельно за 2 года. Если бы я знал то, чего я знаю сейчас, у меня обучение бы заняло 3 месяца. Поэтому у каждого есть своя цель. И когда вам какой-то человек заявляет в сети о том, что заходить уже поздно в профессию, или не трудоустроиться, или какие-то сопли другие разводят, то мне очень смешно слышать вопросы от своих зрителей, учеников и подписчиков. Что же делать? Не слушать, идти к своей цели. А если задумываетесь об этом или собираетесь бросить, бросайте. Потому что если вам это особо не нужно, и вы, потому что если вы задумываетесь после таких советов бросите это все дело, то оно вам и не нужно. Зачем вам делать то, что вам не нужно? И поэтому я вам советую не слушать никакие советы в плане все пропало, все, ну нужно все бросать. Честно говоря, весят такие паникеры всегда. Я не помню, кто это сказал, но один человек какой-то сказал, что там, где многие видят проблемы, я вижу возможности для своей реализации и развития. И там, где многие сдаются, и на этом выжженном поле найдется тот, который, преодолевая все эти трудности, пойдет дальше и достигнет успеха. А те, кто сдались, потом будут начинать все сначала и будут ему просто завидовать. Поймите, это я очень много видел. Я это видел, когда я только начинал становиться веб-разработчиком. Я начинал с системы WordPress. Мне говорили, это маленькие заработки. Ну, сначала маленькие, потом большие. Когда я начинал заниматься фронт-эндом, мне говорили, да смысл, все конструкторы заменят. Ну, что-то заменили, но осталась длинная доля заказов, где нужно именно программирование под фронт-энд. Там верстка и программирование на JavaScript и на React. Потом, когда я переходил в бэк-энд, решил заняться бэк-эндом. Мне всегда говорили, да там сложно, там математика нужна, там вообще алгоритмы, структура данных. Да это нереально, даже не стоит. Да, я зашел, начал писать простые проекты, но когда попало что-то сложное, пришлось, да, чуть-чуть этого поизучать, алгоритмы, структуру данных. Потому что программист должен все время развиваться. Но при этом я везде, на каждом этапе, слышал такие же разговоры про трудоустройство, про то, что уже поздно, про то, что искусственный интеллект все заменит, зачем это надо. И всегда я выходил изо всех своих проектов, изо всех своих сфер с прибылью. А те люди, которые советовали, они оставались на своем уровне. Поэтому не нужно слушать советы тех, кто паникует. Они паникеры, они вам ничего ценного не принесут. Идите к своей цели. Вообще никого не слушайте. Делайте то, что вы думаете, а возможно, что подсказывает вам ваше сердце. Нужно всегда заниматься тем, что вам интересно. Я вот, в принципе, я всегда себе брал пример такой. Я занимаюсь тем, чем я хочу. То есть начинал я с веба, потом фронт-энд, потому что мне стало интересно, просто более глубокая верстка. Потом я захотел что-то прям такое непростое. Поэтому я занялся бэкэндом. Потом я видел тренд в мобилках, и мне стало интересно под Android писать. Я пошел под Android. Бах! Потом думаю, по iOS тоже интересная система. Под iOS попробовал. Мне не особо понравилось под iOS. И вот сейчас я вижу такой тренд, когда сейчас распространено воровство Android приложений. И идет тенденция, очень часто я вижу эту тенденцию, когда всю бизнес-логику, которую раньше складывали в проекте Android, то есть в проекте Android приложения, вносят в бэкэнд, где ее почти невозможно украсить, эту бизнес-логику. И сейчас вот сочетание Android разработчика и бэкэнд разработчика в одном лице будет очень цениться. И Android разработчик со скиллами бэкэнд разработчика будет вообще в приоритете очень сильнейшим. И поэтому я вижу вот тренд туда. И почему бы вам не усилить свои скиллы бэкэндчика? Тоже такой вариант. Поэтому, ну это уже история про другое. А сегодня главный вывод хочется сделать такой. Не слушайте советчиков. Советчики, как правило, из себя много ничего не представляют. Потому что, ну еще и такое, возможно, отступление. Потому что тоже это с бизнес-тематики, но говоря, я слышал тоже где-то такое, что там, где есть деньги, об этом молчат. То есть бизнесмены, которые зарабатывают на чем-то, он не будет палить свою фишку. Человек, который занимается Android разработкой, он будет, человек, который думает, что Android разработка прибыльная, он будет либо молчать, либо кричать, что все пропало. Поэтому, когда вам говорят, что все пропало, сделайте все наоборот. Но если слишком сомневаетесь, возможно, это не ваше. Но если вы все-таки хотите стать Android разработчиком, и не обращать внимания на советчиков, и заниматься исключительно практикой, без вялой теории, то приходите ко мне на курс. Сегодня это все. Сегодня даже без эмоций я это рассказал, потому что я уже вдоволь насмеялся с этих всех советов. И, честно говоря, с одной стороны смешно, с другой стороны грустно, что люди так легко пытаются сдаться. Ну, надеюсь, было полезно. С вами был проект Mabu. Мы остаемся на связи, и, как и прежний, занимаемся Android разработкой. На сегодня у меня все. Всем пока.